Баллистическая ракета В Японии жертвами нового землетрясения стали 18 человек. Еще 760 получили различные травмы. Магнитула толчков составила 7,1 балла. Землетрясение произошло недалеко от города Кумамото на острове Кюсю. Эпицентр находился на глубине 10 километров. Угрозы цунами нет. Власть проверяет оборудование на двух АЭС острова. Напомним, на днях остров уже сотрясли два подземных толчка. Погибли 9 человек, больше тысячи были ранены. Тогда власть эвакуировала в городе Кумамото 44 тысячи местных жителей. Самый большой инвестор в экономику Украины Европейский банк реконструкции и развития ждет от нового правительства продолжения реформ. Глава ЕБРР отмечает. Выводы пока делать не спешит и ждет визита в Киев. У нас были прекрасные отношения с Натальей Яресько. Она была выдающимся министром финансов. Но для нас в ЕБРР личности не главное. Сейчас мы будем уметь дело с новым правительством, с новым министром финансов и хотим убедиться, что они будут продолжать реформы при поддержке премьер-министра и президента. Вот об этом мы будем говорить в Киеве. Среди успехов прошлого Кабмина Чакробарти называет реформы нафтогаза и консолидацию банков. Перед началом реформ у вас было 180 банков, в Турции 39 банков, а турецкая экономика в 8 раз больше украинской. Понятно, что многие из этих банков были фактически частными банкоматами олигархов. Мы рады видеть, что глава Нацбанка при поддержке правительства двигается вперед с реформой банковского сектора. Мы ее в этом поддерживаем. Около 100 банков были закрыты. В 2014 году ЕБРР инвестировал в экономику Украины миллиард 200 миллионов евро. В 2015 еще миллиард. В организации ждут, что годовые инвестиции сохранятся на этом уровне. Но главное условие реформы – прежде всего в судебной системе и борьба с коррупцией. Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в государственные и муниципальные проекты. Последний из таких в Украине – кредитование программы повышения энергоэффективности жирья. Мы стараемся помочь двигаться к стандартам Западной Европы в энергоэффективности. Если Украина их достигнет за 15-20 лет, то и вообще не надо будет импортировать энергоресурсы. Накануне ЕБРР открыл офис в Вашингтоне. Его главная задача – привлечь инвесторов из США, Канады и Мексики в регион, где работает Европейский банк реконструкции и развития. Инвесторы, которые никогда не вкладывали в регион ЕБРР, думают, что это делать слишком рискованно и сложно. Мы хотим показать этим компаниям, если вы становитесь нашими партнерами, вы сможете без особого риска заработать. У нас есть преференциальный кредит в этих странах. Они также являются нашими акционерами, следовательно, нас там серьезно воспринимают. Также у нас очень низкий процент невозврата кредитов. Я бы хотел убедить бизнесменов в Северной Америке инвестировать в Украину. Украина в инвестиционном портфеле ЕБРР занимает второе место после Турции по объему иностранных вложений. В Днепропетровске в центре для переселенцев начался курс арт-терапии для вынужденных переселенцев. Занятия арт-терапии, курс 10 плюс 2 занятия, планируются еще и занятия арт-терапии для взрослых. Мы ни от чего не отказываемся, если люди приходят со своей инициативой. Пока у нас еще есть материалы. Если что-то закончится, будем электричные, чтобы нам помогали. Возможно, кто-то, какой-то спонсор когда-то найдется. Только красота – это наша антицель, можно так сказать. Наша цель – это... Арт-терапия преследует несколько целей. Первая цель – это научиться получать удовольствие от процесса. Кто уже умеет, просто берет сразу и получает. Кто не умеет – учится. Научиться этому можно. Также это возможность выплеснуть все их эмоции, которые они получают. На занятия пришли и дети, и взрослые. Ведущая курса арт-терапии Светлана Шарамок занимается этим видом психологической помощи уже 5 лет. Я увидела свободных личностей, которые не стесняются казаться странными или необычными. У меня не рисовать в арт-терапии только мешает. Это про наслаждение процессом и про выражение своих чувств. По итогам курса участники планируют создать выставку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова